ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Димон! Димон! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Димон! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Димон! Субтитры создавал DimaTorzok Димон! 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 VanhaTorzok а мне уж я угощу его на славу. Представьте, появляется Котовский, руки вверх, ну, руки я, конечно, поднимаю, пистолет, это уж не помогут. Но в ножках моих столов находятся кнопки новейшей сигнализации. Я нажимаю кнопку ногой, раз, и господин Котовский готов. Ноки на стол, я Котовский, ну! Сударь, на сей раз я вас не выброшу в одно, я приехал к вам по делу. Предъявите векселя и долговые распитки. Я плачу крестьянские долги. А вы, блюститель закон, соберите в них все деньги, а не украден у бедняков. Живо! Сударь! Сударь! Собака! Ну, моли Бога, чтобы со мной не встретиться еще раз! Прости его! Пошли! Я еще найду тебе, халоп! Рыжет! 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 Батька! Прощай! Рыжет! 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 КОНЕЦ Храни тебя, Господь, Григорий Павлович. КОНЕЦ 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 ВС攬げ, Григорий Павлович. КОНЕЦ КОНЕЦ Итак, подсудимый, вы хотите доказать, что ваша деятельность носила не уголовный, а политический характер. И в то же время никакой политической организации вы не принадлежали. Да, я ожог вашу татью. Я гнал помещиков, уничтожал. Я мстил, как Гайдук-Кудрян, как те безвестные лесные братья, которых ваши трусливые предки тоже называли разбойниками. Не притворяйтесь наивным, подсудимый. Уж вы-то хорошо знаете, кого называют разбойниками. Конечно, знаю. Это бронзовец, распухший от поставок на армию гнилых сапог. Это корохозом, который все пожирает и, как библейская корова, остается тощим, как в обоих. А вы на чего смеете, господа? Погодите, вы еще меня насмеете за слез? Без аккуратнее! Прекратите ваши демонстрации! Перейдем теперь к обстоятельствам вашего последнего побега. Из материала дела видно, что вы бежали из этого же зала сюда. Как это могло произойти? Я стоял вот тут, на этом самом месте. Один караульный стоял вот здесь. Придвините поближе. А другой караульный стоял как раз за моей спиной. Я сначала сделал так. Потом... Так, он так, он так! Под тобой, под тобой забердать его! Держи его! Держи, держи, держи! О, ой! О, ой! Ты что же так ставишь? Сам посуду гонить будет! Сижу на нарок, голый бося, Проиграл в буру из тот. На нитки, на нитки, на нитки. Ах, как вспомни, на бану, где, кажется, водка и вино. И шмары, и шмары, и шмары. Эх, как вспомни, старинок, первый раз попал... Господин Атаман, я вас прошу, как же я буду ходить? С ножками, на нары, на нары, на нары. Еще. А теперь сижу в тюрьме, не светит больше солнца мне. Очко. Как ему везет. Если бы это не Загар, я б держал подозрение, или он чисто играет. Эх, ты что, ты что, ты чудар. Как же я покажусь. Не расспрашай. Купер-глотованный пинжак. Дитенька. Ишкары, ишкары, ишкары. Послушайте, господин научный профессор, мы имеем сведения, что вы очень любите справедливость. Так не находите ли вы справедливым, что ваши колеса, то есть, простите, ваши ботиночки, будут наши? Эй, болван, отвечай, а то склопотишь по морду. А ну, делай на камень походку. Тебе же таман зовет. Не троньте его. Витенька, тут в камере был какой-то шум. Кто-то что-то сказал, и мне показалось. Вам показалось. Хорошо. Я сказал, не троньте его. Что такое? Этому молодому человеку просто надоело жить. Не троньте его. Мы ему можем помочь. Крикор Иванович! Котовский! 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 Извиняюсь! Помогите! А ведь мальчика! Так это вы и есть знаменитый Котовский. Жалко! А что жалко? Жалко, что такое великолепное силище, а по мелочам себя растрачиваете. А-а-а, понимаю. Вы, наверное, из тех, что при помощи кружков, лекций, листовок... А я активный мститель. Я чернилам кровь предпочитаю. Двенадцать лет каторги. А у вас что? У меня пожизненное. Ну, за помощь спасибо, Котовский. Только за меня вы напрасно беспокоились. Я, видите ли, кузнец. Правда, грудь у меня не важна, но рука ничего. Послушайте. Что же сделали вы? Выходит, я им опасен. Знаешь что, Котовский? Мне кажется, что в глубине души ты сам не веришь в свою борьбу. Что? Не веришь и только боишься себе в этом признаться. Я боюсь. Ну, устроишь ты десяток другой фейерверков. Ведь тебя ж опять схватят. А я опять убегу. Я тысячи раз из тысячи тюрьм убегу. Чтоб минуты спокойно нежели. Чтоб гнать с земли этот сбор. Другие явятся. Другие их уничтожат. Один. Всех. А полиция, армия. Достаем Котовский. Все готово. Только движите меня покрепче. А то сами знаете. Видал? Видал. Полицию я просто куплю. Все. А так? Возьму в банке полмиллиона и куплю всю фицерамскую полицию. А дадут тебе? Попрошу. Слушай, Котовский. Вся судьба, все будущее России решает сейчас. Народ почувствовал свою силу и нужно прийти к нему. Поставить перед ним задачу. Цель ему указать. А ты? Что ты можешь предложить народу? Ограбить еще банк? Убить десяток другой полицейских? Не только. А вся проклятая жизнь как? Слышал. Знаю. А я тороплюсь. Я жадный. Мне некогда. Ты думаешь, я не знаю, что рано или поздно они покончат со мной? Ну, умирай, а убивай. Вот как я думаю. А мы верим в победу справедливости на земле. Верим. Ну да, через тысячу лет. Раньше. Ну, через сто. Гораздо раньше. И мы это делаем. Кто это мы? Большой реки. Господин Котовский, торопитесь. Ну, прощай. Разные мы с тобой люди, Ефим. Но чем-то ты мне понравился. Может, не увидимся. Увидимся. Придешь и спросишь, что делать, товарищи. Прошу встать. Суд идет. По указу его императорского величества. Военно-окружной суд, рассмотрев дело по обвинению Котовского Григория Ивановича, происходящего из мещан Бессарабской губернии Кончерского уезда, лишенного всех прав состояния, ранее осужденного к 12 годам каторжных работ, совершившего 2 января прошлого года побег с каторги, приговорил Котовского Григория Ивановича к смертной казни через повешение. КОНЕЦ 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 Ну что, Ефью, уже все сделал? Нет, Григорий, мы только еще начинаем. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вероятно, этот пляшевый пруссак бил совсем по-другому в Карпатах, когда его гнали русские войска. А ты не очень устал, отец? Через полчаса мы будем дома. Неизвестно, как встретят нас наши колокольцы. Коленю и виновительным. Я полагаю, отец, что это все равно. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Продолжение следует... Армии! Расстрел! 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 Господин Заградович, я вам давал заработать. Теперь дайте, и вы мне заработали. Да, мы интеллигентные люди. Вот мои деньги, вот вашего города. Благодарю вас. Пожалуйста. Крошка. Да, хорошие дни переживает наша Одесса. Да, Одесса переживает веселые дни. Вот диво. Григорий Иванович, пойдем. Слушай, а тебе точно сказали, что здесь? Точно. Тогда пойдем. Пип-пип. Ра! 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 Хватит! Се минуты! Ефим. Ефим обслуживает господ офицеров. Если позволите, я вас обслужу. Что прикажете? В ломочке закусочки. Полученный свежий гефаль. Да заказывай, чёрт! Се минуты. Се минуты. Ночью на кладбище строгое, Только лишь месяц зайдет. Кровь малюска безногая, Пыльной дорогой ползет. Так, я просто прошу, Почки СТ, соус Матера, Закажи отдельный кабинет. Быть может, филе финансера прикажете? Храм? Как служишь? Что подаешь? Куда сажаешь? Я тебя спрашиваю. Кабак? Отдельный кабинет. Как приказ наш, Все минуты, пожалуйста, Это братья. Черт знает, что такое. Черт знает, что такое. Черт знает, что такое. Черт знает, что такое. Служить совершенно отключить. Пожалуйста. Ух ты! Для вас. Неман! Отдых! Вот, мой серебет. Да. Для вас слушается. Кто этот фраер? О, этот бессарабский полицик. Вчера в бильярдный 8 тысяч остается. Ваш слядество, прошу. Вот это так! Ха-ха-ха! Боженька, лавковый боженька, Острелит в дом веке. Не могу больше, не могу. Кругом немцы, румыны, помещики, офицерьё. Знаю всё, знаю. Драться нужно, Григорий. Драться. Дай мне оружие и честью клянусь. Я расчищу их. Они у меня дорогу забудут, по которой пришли сюда. Мне нужен небольшой, но подвижной отряд. Это моя старая мечта. Человек пятьсот, не больше. Но каждый герой, как молнии, перебрасываться с места на место и громить, громить, громить. Понимаешь? Это я понимаю. Вот ты за свою Бессараби кровью обливаешься. А у меня счёт побольше. Я драться хочу за всю Россию. Вот ты за оружием пришёл, а я говорю, мало тебя мало оружия. У тебя плана нет. Перспективы нет. Ведь вот что тебе нужно. Сколько у тебя человек? Да маловато. Да. Пятьсот сделаешь? Сделаю. Так. Но если комитет разрешит, я пойду к тебе, комиссаров. И вместе будем создавать отряд сильных, смелых и страшных. Ты это серьёзно? Серьёзно. Я знал, что не зря туда идём. Ага. Что это за силу с тебя ищет? Всё делаешь просто, вместе с тем основательно. А это партия делает, Григорий. Партия. Она не только мир переделывает, но раздаёт людей. Ну, Паладин, от имени комитета назначаю тебя командиром бригады. А почему бригады? Сколько у тебя людей? За 70 ручаюсь. Но зато красиво и для страха. А кроме того, и тебе лестно. Комиссар, бригады. Ну ладно, пусть будет бригады. И людей мы подберём тебе. Эх, Григорий Иванович, да чего здорово будет, а? Ну, есть ли таких, как он? Да нет, лучше, чем я. Да вот, например. Замечалась юность бесполезная, В пустых мечтах обнемогая. Тоска дорожная, железная, Крепела, сердце разрывая. Под нас, как я, ворвуя кошами, Лежит и смотрит, как живая, В цветном платке на косы брошенную, Красивая и молодая. Да что, давно уж сердце вылетело, Так много органов построили. Кто это? Доктор. Так много. За слезы жены матерей, За смертные муки ваши, За кровь неповинную, Клянемся отомстить. За каждую селянскую жизнь Тебе помещичь, За каждую каплю крови Твоста крат больше. За каждую спаленную хату Творец! Не жить, не спать, не дышать не дадим! Творец! Постойте! Куда же вы? Не докажут нам! Надо найти избу перенески раненых! Не докажут, подожди! Как раз, пью, ворву не кошенном, Лежит и смотрит, как живая, В пятном плоске накосы брошеным, Красивая и молодая. Ну, что, поймал? Нет, опять ничего. Сидался с южной группой? Ничего. Что ж ты думаешь делать? Гимнастика. Послушай, Котовский. Отставить. Передоваю эфир. 45-я пехотная дивизия, разгромив противника, вышла к Мухановке. Какая дивизия? Сытая. Лешая. Хорошо. Старяженная. Дальше. Доблестный кавалерийский дивизион Харитонова, стремительным рейдом разгромив силы, завершил полное окружение круп неприятеля в районе Тефелю. Я разбил кого, когда? Ты можешь шутить в тот момент, когда бригад в окружении? Окружение, комиссар, это наполовину психология. Я предпочитаю этой психологией поделиться с противником. Так. Передавай, передавай. Да, но чем ты подкрепишь свои фантазии, когда у нас не дивизии, а горстки измученных людей? Ну, разве Харитонов не стоит нескольких дивизий? Вот ты их и заменишь. Возьми всю конницу батареи папаши Стукалина, обойди овраг справа и крепко ударь по затылку. Ясно? Да. Безусловно. Суворов. Продолжайте. Вы контурины? Бывало, шла походкой чиновую. Слушайте, вы, вот что я вам скажу. Вы здесь здоровый как бык, занимаетесь черт знает чем, а у меня раненые, обливаются кровью, мне изба нужна. А я одна ничего не могу добиться, меня никто не служит. Вы перестанете проседать или нет? Не позвольте. Не позволю. Ну, послушайте. Не слушать вас не хочу. Я требую немедленного, письменного распряжения, чтобы все мои указания пополнялись беспрекословно, чтобы мне была дана чистая изба, полотенца, кипяченая батареи. Григорий Иванович, муха, проклятые обоздики, всю атаку смялись. Зегли, и вся цепь лежит, как мертвая, и огонь. Огонь, Григорий Иванович, действительно нельзя головы поднять. Вот тут барышня первый раз под огнем. Ей простительно. А ты что из девяти заказываешь? Аня, честь занялась. Покажи, Испа. Подпишу все, что угодно. Только бумажками у нас тут авторитет не заработаешь. Занимаю эту избуку. Все. Давай, Испа. Давай, Чебать, по шутку-тутам! Атаку! 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 Послушайте, предлагаю вам руку и сердце. Вы мне подходите. Вы выиграли сражение. Но это вовсе не значит, что вы подходите мне. А у самсона была бы вода или нет, я спрашиваю. Слово не сдавайся к вовсе. Ты хочешь конников в пехоту обратить, а? И откуда она такая же, а? Счезавайте. Вы же ничего еще у вас приедете, бреете. Ну что это за борода у вас, а? Ну что это? Что она ко мне привязала, брат? Ты что, усмешки с нас сами строишь? Давай, зови сюда, капотиру. Давай, пока плавится от нее. Давай, зови тебе, товарищи. Тихо, тихо, тихо. Григорий Иванович, товарищ каприк. Ну? Вырубай, расстреляй меня, но и эта фельдшерка определенная контроль. Командиров на пушку взяла и всех по эскадрону отправили как бы в баню. Да нехай бы в баню, а то ведь как овец всех поголовно режут. Говорит, воши. Да что мне, воши, что я из-за этого буду всю свою мужскую красоту портить? Не бывает этого. Несчастную пешку там всю поголовну уже порезали, но кавалерий еще отбивает. Так, передай ей. Ага, воши, гум. Откажу воши, я бы сейчас поговорил. Вы здесь страшно бросаете сгой. У вас в руках винтовки, шашки. А в это время невидимый враг косит ваши резы страшнее пулеметов и пушек. Цепняк, пшит, это тот же враг. А мыло, ножницы, это такое же оружие, как шашка. Нехай больных лечат, а вторых не трожь. Вот вы, например. Не трожь, говорю, а то побрею. Ну чего я пугался. Да. Я говорю, уж очень у вас красивые чувства. Урывать же. А в походе ни баня, ни ухода. Да в этой метелке, черт знает, какая заража, ты из-за нее голову потеряешь. Ах, ты контра, полярка. Гляди, товарищ комбрик, голые болваны. Ох, сукин ты сын. Это я, голый болван? Бойцы, я калечу. А она лечит. По всем медицинским вопросам она такой же комбрик, как и я сам. И даже выше. Стриди под Котовского. Решать нужно сейчас, немедленно. Иначе немцы поймут, что нас мало. Ну, комиссар, советую. Что делать? Взять белую церковь. Три атаки отбили. Утеряно самое главное, внезапно. Они точно ждут меня в том месте, где я появляюсь. А чему ж тут удивляться? Они стали умнее. Они изучили каждый твой шаг, каждый твой повадку. Ты их побил три раза, а в четвертый они сами на тебя бушат. Значит, Григорий, нужно менять тактику. Ха, менять тактику. Это берифокус показывать. Это война. Война. И не последняя. А ты полководец. Генерал. Ты что ж думаешь, тебя в шутку назначил командиром бригады? Нет, это не шутки. И будь добр, оправдай доверие, которое у тебя оказали. И прежде всего думай, думай. Напрягай мозги так, чтобы голова трещала. Вы ищи решение. Ирой, что делать? Взять белый цвет. Ушитесь, этот русский генерал Котовский. Наступать не учитано. Командуйте. Атенциуне. Аттенка. Айте, орш. Командуйте. 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 Ефим, собери хоть немного людей. Любой ценой пробейся в тыл и держись. Понял? Командуйте. 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 КОНЕЦ Ефим, доктор. КОНЕЦ Ефим, смотри, вот она, белая церковь. Наша! Я ли ее? КОНЕЦ Вот, Григорий, будет в твоей бригаде одним коммунистом меньше. КОНЕЦ Подтяни, сожми мне руку, да так, чтобы кости хрустлили. Ведь у тебя железная рука. Ну, ну! Кончилась моя рука. Дайте мне полевой сумку. Не надо. Надо. Там рекомендации партии. Тебе нужна железная рука? Вот. Это не ослабеет. И не подведет. КОНЕЦ Ефим, спасибо. И будет теперь коммунист Котовский. Сам себе комбрих и комиссар. КОНЕЦ Григорий Иванович. В Гончаштах, в Бессарабии. Знаете, как опускаться в долину? В заводик. А потом подъем в гору. На повороте крест. Чем выше подымаешься, тем больше за холмом появляются маленькие домики. Все в зелье. И родину я потерял. Григорий Иванович. Был у меня единственный друг. Больше, чем друг. Был Ефим. И друга я потерял. Я понимаю. Базор, вы больны. Чепуха. Города, мы еще будем в Одессе. Мы еще будем в Гончаштах. Вот так обрадовали для первой встречи. Вот обрадовали. А я долежал и думал, что моя бригада воюет. А бригада... Григорий Иванович, ты бы лучше вырвывал меня. Ей-богу, право. А зачем же я буду ругаться? Я, наоборот, тебя к ордену представлю. За геройское отступление на заранее подготовленные позиции. Так, что ли? Да не виноват он, Григорий Иванович. Но белые разгадали маневр. А почему разгадали? Как могли разгадать? Воюете по старинке, как бог на душ положит. Ляп-ляп. Вот в дураках и остались. Да ведь, Григорий Иванович, мог бы к этим их не обучать. Зачем хвалишь-то, дурак? С щелапким хлебаешь. И доволен, что тебя к ложке не приучили. Ну, мы пойдем, Григорий Иванович. Нет, зачем же, посидитесь. А то ведь я вас, Григорий Иванович, целых две недели не подпущу. Так ведь мы же не говорили о делах. Ну, разве так, самое мало. Мне все равно. Только ведь ты кричал. И, по-моему, здесь даже кто-то курил. Ну, до свидания, Григорий Иванович. До свидания, Григорий Иванович. Только вот что. И все равно говори. Так вот, я сообщу штабу фронта и буду требовать резервов для наступления на Одессу. Что? Что? Резервов? Но ведь у белых-то 30 тысяч солдат. Ну? А у нас 500 конников. Ах, вот как. Высчеты. Подсчитали. Альфредикой занимается. Это хорошо. Только сейчас больше нужно. Больше. Сейчас алгебра нужна. Сейчас высшая математика стратегии нужна. Григорий Иванович. Ты видишь, я занят. Ты говоришь, у белых 30 тысяч солдат, а у нас 500 человек. Что ж, с точки зрения командира эскадрона, ты прав. Но война это не только рубка. Война это учет. Учет сил. Учет психологии. Учет местности. Учет возможностей. Риска. Учет политического эффекта. Вот что такое война. Сопоги. Безносеж. 30 тысяч. Чего? Солдат. Нет, это уже не армия, а вороний корм. Стало быть, уже не 30, а так в лучшем случае тысяч 10. Какие же силы у нас? 500 клинков. Да каждый из наших 500 бойцов силен и вынослив, как чемпион французской борьбы. Воспитан, как настоящий герой. Каждый знает, за что он бьется. Каждый видит перед собой Одессу. Мечту армии. Мечту тоже нужно положить на счеты. 500 таких бойцов, это уже не 500, а 5000. И это еще не все. У нас есть в собасе нахальство. Внезапная стремительность удара, при которой всегда двоится в глазах. И получается уже не 5, а 10 тысяч. Так-то оно так. Да так. И запомнят на будущее время, что воевать нужно уметь. Что побеждать нужно не количеством, а умением. Кто это сказал? Не знаю. Иди со мной. Вот, пока не выучишь наизусть, командованию не допущу. Понял? Понял. Шашку! Суворов, наука побежит. Значит, ты предлагаешь, Григорий Иванович... Я предлагаю идти на Одессу. Горяк! Григорий Иванович... Товарищ Комприк, срочный пакет штаба армии! Ага! Правильно! Приказываю, отхватить Одессу. Мы отрезаем им пути к отступлению. Держим их с тыла и всех до последнего отдаем главным силам. Откуда! Почта! Провняй! Провняй! Играда Сырдова! Провняй! Провняй на лево! Провняй на лево! Провняй! Иди в руку, шашки, палю, слышай! Товарищи, командири! Товарищи, командири! Товарищ комбрид, отдельная бригада по вашему приказанию выстроена. Заместитель командира бригады Кабанюк, бойцы, родные мои, в вашем лице, товарищ Кабанюк, я целую ту бригаду. Готовцы, орлы мои, вы прошли огромный тяжелый путь. Выдрались как герои, как львы, и нет на Украине немца. Осталась белая, зеленая и прочая сволочь. Что ж, прикончим? Да! Кабантование приказывает нам идти на Одессу. Теперь вперед! Только вперед! Кабантование приказывает нам идти на Одессу. А ну-ка, проверь последние телеграммы. Принимай. Одесса вызывает раздельную. Давай, принимай сам. Конная армия Косовского южнее Березовского. Приказываю организовать оборону станции Березовского. Опоздали немножко. Генерал Шевченко. Кто принял? Сводку принял Котовский. Двадцать суток аресту за такие шутки. Передавай. Через три часа ждите в Одессе. Точно! Обложи его как надо. Мол, говорит Кабанюк. А если будешь сомневаться, пошли его. Точно! Огвалок не приедет, запнися. Поцелуешь, приласкаешь, приголубишься. Как бывало с нею на сердце. Точно! Точно! Приказываю... Минуточку внимания, господа. Наши шутники распустили слух, что пресловутый Котовский через три часа будет в Адессе. Однако, уже прошло три часа, а Котовский, как видите, вместе с тем генерал Шевченко поручил мне сообщить вам о крупной победе нашей армии. Банды пресловутого Котовского, возымевшие цель напасть на Одессу, разгромлены. Прошу занять не так, господа. Так, все понятно. Продолжаем наш шкул-центр. Соли, император театра Михаил Морский. АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, концерт, можно сказать, окончен. Я должен извиниться перед вами, господа, что нарушил ваш праздник. Но я не виноват. Я предупреждал генерала Шевченко, что буду в Адессе через три часа. И как видите... Вашей Адессы больше нет, господа. Ведь наша Адесса, советский рабочий город. Адесса, советский рабочий город. Я приказал, что... Слышите? Слышите? Это говорят заводы Адессы. Они празднуют нашу победу. Вот подлинные хозяева нового города. Я знаю, вы будете копить силы и злобу. Вы будете вооружаться. Вы даже попытаетесь перейти границу. Что ж, попробуйте. Но предупреждаю. Всякой, кто окажется на нашей земле, оружием в руках. Каждый, кто потягнет на нашу землю, так в ней и останется. Бойцы! Готовцы! Вы взяли Адессу, честь вам и слава. Четыре дальше! Город! Готовцы! 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 Продолжение следует...